Западные партнёры России призывают провести расследование обстоятельств отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. С таким заявлением в преддверии заседания Совета ЕС по обороне выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. У нас нет оснований подвергать сомнению выводы медиков об отравлении. И теперь мы хотим, чтобы было проведено прозрачное расследование, которое установит, что случилось. Надо, чтобы виновные были наказаны. Похожие заявления прозвучали от представителя правительства Германии Ульрики Деммер. Она отвергла возможность политического влияния на выводы немецких медиков об отравлении Навального. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Лондон готов присоединиться к международному давлению на Москву, чтобы добиться, цитата, «торжества правосудия». В Кремле говорят, что и сами хотели бы понять, почему Алексей Навальный впал в кому, но подчеркивают, что пока не считают это отравлением. Алексей Навальный находится без сознания с 22 августа. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолеты экстренно посадили в Омске, а политика госпитализировали в токсикореанимацию местной больницы. Через два дня семья Навального добилась его перевода в берлинскую клинику Шарите. Немецкие врачи со ссылкой на клиническое обследование сообщили, что политик действительно был отравлен веществом нейротоксического действия.